Девушки отдыхают 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 ты знаешь мне твой бизнес не нужен и у меня все хорошо я спрашиваю насколько твое будущее спланировано ну говорит ну нормально все мне твой бизнес не нужен чем люди даже не понимает значимость вопроса представляет тогда я задаю следующий наводящий вопрос сколько ты сможешь пожить если не будешь ходить на работу вот этот вопрос ставится в тупик кто сможет прожить больше года если будет ходить на работу поднимутся посмотрите как мало людей в этом зале и вас приглашает а кстати новички есть за можно вас увидеть новички люди кто первый раз на семинаре ребята встаньте встаньте вы должны видеть вас вы молодцы и в горе вы второй день приходите сюда аплодируют это же новички ребята знаете почему мы с любовью на вас смотрим мы рады что еще несколько человек это люди которые действительно стали задумываться о будущем и то что вы попали в хорошее место самое главное нужное время и когда мне говорят вы знаете рынок уже встречен поздно начинать в россии вас уже больше восьми лет вы знаете я всегда говорю такой случай самый главный показатель в этом бизнесе посмотрите наши дочери исполнится 23 года она закончила университет она защитилась летом и представляете мы за собой ведем здесь детей мы строим бизнес на перспективу и наши дети занимаются этим бизнесом неужели бы мы своим детям знаю что этот бизнес бесперспективный пожелали заниматься тем чем нет перспектив вы согласны и когда вы бываете на семинарах слушайте аудиопрограмму часто видите что у большинства биллиантов дети в бизнесе с николаем с наташей мы общались все эти дни то же самое сын у них учиться но уже обучаясь варшаве он уже строить бизнесом дочь юля она работает в киеве но тем не менее она сейчас уже задумывается есть начала есть на семинары я не тоже рассматриваю как серьезную перспективу для того чтобы изменить свою жизнь они не проработали всю жизнь на кого поэтому я я сторонним в том чтобы люди должны заниматься своим собственным бизнесом вообще почему люди живут по старинке почему люди не замечают возможности как вы считаете почему это происходит стереотипа еще почему страх все верно ребята нас этом никто не учил понимаете нас вырастили такие родители которые всю жизнь проходили на работу вы их этому тоже никто не учили люди настолько привыкли жить так как жили наши родители знаете я всегда говорю вот наш спонсор на одном из семинаров выступал на бриллиан основатель она говорит на самом деле привить можно ко всему она снимает туфли одевает левый на правую ногу правой на левую ногу она говорит так неудобно но если я я похожу немножко растопчу глядишь я и привык это так и люди привыкают и когда мы строим бизнес приглашаем людей бизнесом и люди говорят это не моё говорят вам такое почему они так говорят и сегодня я точно скажу знаете почему люди так говорят и почему это говорит человек говорит это моё только тогда чему он учился и что у него получается вы согласны вот это ваш и когда человек предлагает что-то новое может всегда что-то смущает и как александр говорил вчера приводили примеры что что-то предлагает и люди сразу видят какой-то поток и человек так устроен ребят он всегда будет искать только там что он знает и что он умеет и я сейчас постоянно работаю с людьми я просто удивляюсь знаете есть две категории людей первая категория людей это люди которые ничего не ищут вторым я называю их униками они постоянно приходят и говорят нет это неинтересно да старая тема я сейчас что-то хочу новое создать чего еще нету на рынке я еще за все это время не встретил меня одного человека который что-то создал но особенно у нас есть знакомый семье его зовут николай много лет работает на заводе и вот сколько я узнаю больше 20 лет он не всегда говорит слушай есть его есть его новая тема давай займемся и вот вы знаете дальше слов никогда у него это не уходит вот он всегда приходит у него такие глаза из новая тема есть новая тема ребят если вы сегодня новую тему еще не нашли мы предлагаем ваши спонсоры предлагать давайте посотрудничать в любом случае от нашего совместно сотрудничать вы приобретете очень много ценного и полезного но если серьезно разговаривать ребят я 23 года в бизнесе и я не знаю не понаслышке 13 лет до бизнеса я занимался много чем в основном торговле но было немножко производства жена предлагала услуги населения много чем занимались очень много предпринимателей потому что я начал девяностом году кто время было не так много людей принципе в городе вот кто и владеет торговым центром и все знакомые я вижу как развивается традиционный бизнес у людей и люди всегда еще там где они в основном что-то понимать что-то знаю и почему люди не идут вам вы потому что люди об этом ровным счетом не знают ничего потому что они не были на таких семинарах вот почему важно приводить приглашать таких людей или знаете если бы я не приехал на семинар я бы никогда в жизни этим бизнесом не занимался тут до семинара что делал спонсор она тащила нас в этот бизнес понимаете до знакомила рассказывала его читали слушали но в любом случае это работа делала она но когда я приехал на цена когда я своими глазами видел наказательство с этого с этого момента с момента семинара я пришел в бизнес я принял решение он мне нужен был они на моему спонсору понимаете почему я стал строить бизнесом и ребят моя жена уже рассказывал о том что много чем занимались и когда прошло более десяти лет мы стали просто по большому счету уставать мы очень любим друг друга у нас крепкая семья и вы знаете было такое время что вечером и садимся на кухне идти его можем не говорим слушай неужели так свяжись пройдет неужели так пройдет вся жизнь и нам хотелось просто элементарно брать больше времени вместе вот была моя мотивация я на подсознательном уровне стал задуматься вообще есть ли такое дело в котором можно быть вместе больше проводить время и женой самим человеком с детьми потому что у него свой бизнес у меня свой бизнес много работаем встречаемся вечером с детьми нужно все и когда-то это до подушки уже докасаешься и устоишь да я был за границей навсегда я ездил только по работе даже на тоже была за границей она говорила что вместе мы практически не отдыхать и вот что мне нужно было для того чтобы запуститься бизнес ребят это приехать на семинар так получилось что мы приехали сразу на большой семинар и сначала марин уже рассказывал как мы себя чувствовали не очень но потихоньку потихоньку вот особенно вы новички молодцы чтобы до себя все два дня здесь потому что полную картину можно по итогам каких двух дней на по итогам трех дней на международном семинаре получили и меня знаете как зацепило признать бриллиант я просто это был удар ниже бойца я увидел как люди действительно живу я говорю марин мы с тобой вот столько предпринимаем мы никогда не были ленивыми людьми но посмотри как люди выходят с детьми со всей семьи получает признание я до сих пор помню выступление одного из бриллиантов он говорит вы знаете мы сегодня очень много путешествий много проводим времени вместе мы путешествуем столько что я просто стал уставать я же не могу заливать как можно уставать от путешествий ребят это правда я сегодня вам покажу конце своего выступления видео ролик и вот для меня сегодня оптимальная вот так количество раз году путешествовать примерно 45 раз но моя неутомимая жена она любит 89 раз а я люблю свою жену и что мне приходится мне приходится путешествовать понимаете это на самом деле серьезная работа серьезно если мы серьезно посмотрим с вами сегодня на рынок какие есть возможности давайте зависть традиционный предприниматель поднимите руку выше выше у меня прекрасно поймали кто из вас чем занимается давайте любую сферу возьмем торговлю 90 году когда я начинал на рынке ничего не было ребят вот я до сих пор как анекдот рассказываю людям случае которые люди даже сегодня не могут представить когда помните на рынке ничего не было и я поехал первый раз больше купил там цветные курки для подростков и в людей ничего не было и мы продавали тогда смотрим на рынке и представляете выстраиваться очередь там у нас эти куртки закачиваются люди это видят и покупает женщина у нее родители двойняшки она покупает две курки сзади люди ее чуть они настолько стали поднимать хай что ты что покупаешь две курки нам не хватит вы можете сегодня себе представить чтобы вы заходили в магазин и между собой ругали что вам черта не хватит магазин можете а молодежь вообще не знает о чем я говорю и меня не понимает сегодня на ситуация на рынке ребята она поменялась зайдите в любой торговый центр что он увидел мы сегодня путешествуем очень много ребят любой торговый центр я закрытыми глазами захожу я могу не открыв глаза перечислить отделы которые есть в этом торговом центре бред перечислить я могу уже перечислить что есть у вас новых современных супер таких отделов больших вернее торговых центров какие бренды вы согласны со мной все торговые центры сделаны сегодня как в украине в россии в китае и японии в сша кто представлен сегодня в торговле скажите сетевые компании вы согласны сегодня я не знаю как у вас но у нас в каждом новом открывающейся торговом центре уже практически нет индивидуальных предпринимателей индивидуальных предприниматели вы знаете как динозавр который вот-вот в ближайшее время просто вы у них нет другого выбора и чем бы вы не хотели заниматься ребята сегодня просто огромная конкуренция сегодня есть одно направление одна ниша это высокие технологии но чтобы там себя появить и развивать нужно не верить невероятный мозг нужно невероятный мозг у нас такого мозга не было и хочу хочу вообще сказать почему люди которые выступают здесь мы хотим вам дать две вещи первое это надежда что вас это тоже может получиться и у меня стоя перед вами я вырос такой семье я раз небольшом поселке с населением три тысячи человек мне нет высшего образования мне нет высшего образования мы когда начинали совместную жизнь женой и приходили в гости к незнакомым людям я был настолько скромным не было неудобно потому что словарного запаса не было никакого и когда доходила речи до того чтобы например то сказать что я делал я уже напрягался давай давай и когда я закончил 10 классов я вырос представляете маленьком поселке я поехал поступать в институт я успешно сдавал экзамен но так нужно было что две недели нужно было прожить в городе перед а город перед это миллионник и тогда для меня оказался для парня из деревни это невероятно было давление я смог выдержать только ровно одну неделю я бросил все потому что меня охватила даже какая-то паника я не смог выдержать того городского я не знаю как это правильно назвать давление еще что-то я пошел купил билет на второй стол сел автобус приехал были свои родные деревни вышел такой счастливый вы не представляете пришел домой родители вот с чего я начинал вы знаете проводили много экспериментов берут одно и то же косом акул и поселяет их в разный размер 2 и вот от уровня размера эквариум вырастает один одна и то же восемь разных размеров маленькая-маленькая точно такая же большого большая чем больше было парень и больше вырастало вот что происходит с человеком и конечно когда мы пришли бизнесом вей у нас за печами была огромная школа традиционного предпринимательства мы просто были наверное более толстокожие и мы уже как бы в традиционном бизнесе многое прошли я называю вот в медной трубой и нас уже не расстраивали например отказа они нас лично заводили вот это нам единственное что помогло и понимаете вот смотрите чем бы вы сегодня не стали заниматься люди сегодня ломают голову как я раньше ломал голову как же мне организовать лучше торговую как лучше организовать производством и сегодня традиционные предприниматели ломают голову ребята эти головы давно словно сегодня придумал уже потрясающий продукт сегодня на рынке такая конкуренция среди продуктов товара знаете зачем в бизнесе в традиционном любом бизнесе зачем или за кем будущее бизнесе за интернетом еще зачем люди кто поднимите кто это сказал молодец о молодежь сразу видно продвинутыми ребят сегодня на рынке самая большая потребность самый большой дефицит и будущее современное будущее ближайшие 10 15 лет это за личностью за интеллектом двадцать первого века где его взять скажите мне где взять интеллект двадцать первого века кто знает я знаю это бизнесом в ребят за что я со временем полюбил бизнесовые когда прошло более двух лет мы женой сказали мы нашли дело всей нашей жизни почему потому что формула достижения успеха сегодня вам это каждый бриллиант рассказывал я тоже за это полюбил бизнес потому что формула достижения успеха выйти делать иметь что мы видим среди людей люди готовы верить во все что угодно только не себя я рассказываю всегда пример у нас есть хорошая знакома она полностью ведет наше домашнее хозяйство то есть мы ничего не делаем она готовит это человек золотой просто золотой человек она высвободила нас и все заменила у нас она убирает нас летит она кладет на готове то есть моя жена ничем этим не занимается ребята это здорово когда у вас есть финансовая возможность вы можете высвободить это время пойти с ребенком покататься на катке полететь куда-то с ребенком вы можете посвятить себя наверное более интересным делам согласно на доме семинаров я помню женщина бриллиантно вступала на я это вы протирает волну протирает долл блин умру а пыль останется бросила тряпку пошла без царкой строить и конечно и вот эта женщина понимаете это просто пример это стандартный пример обычного человека мы знаем ее более 20 лет все это время сколько мы ее знаем она верит во все что угодно только не себя мы когда к ней домой приходим у нее малосемейка или я например сажусь там на стол она ведь володя сюда не садись ты знаешь она получила по всем книгам франшуй она разделила свои там две комнаты несчастных там и она знает где какая зона сюда не садись у тебя здоровье не будет сюда не садись у тебя денег не будет я ты мне покажи свою же площадь где-то вообще можно у тебя доходиться где у тебя какой закажу зал у нее на люстре висит красные трусы для притома а это что такое она где-то вычитал выслушал это принесет удачу и деньги и что-то в таком стиле и вот на тут новый год за это вот лошади или подошли никогда сейчас сейчас перед наступлением года смене она опять в очередной раз марине говорит марина я прочитала если ты оденешь не попросили она как если ты оденешь синие платье у тебя будет синие скатер накрытая на праздничном столе будет красное нижнее белье и когда змея будет заходить увидим как ты встречаешь она принесет тебе успех ребят я лично знаю среди своего окружения люди которые когда пьют куранты в новый год они пишут записки жгут эти записки потом бросают шампанское а потом выпивают у пазохиста люди на самом деле готовы верить во все что угодно и обратите внимание вот скоро на дворе у нас новый год вот если бы была такая возможность пронаблюдать за людьми и когда будут пить куранты мы возьмем свои фужеры закроем глаза что люди загадывают в этот момент в основном все хотят что-то отниметь это так это так кто-то говорит мне надо новую работу минут на новую машину там ну кто что только не загадывает очень маленький процент людей которые загадывают а я хочу стать другой личностью более смелый более уверенный и где стать такой личностью ребят и мы не сразу поняли что бизнесом вы это невероятная скоростная ракета которая нас за пять лет переносит вообще в другое состояние в другой мир я 13 лет на самом деле левкалова очень много работа не покладая рук но почему я мог достичь результата в принципе среднем почему есть три вещи которые могут очень сильно повлиять изменить на вас первое это знание ребята знание это ключ второе это окружение и третье это наставка я прошлом занимался серьезно спортом кто понимает что в спорте важен 3 все почему же мы думаем что в жизни в бизнесе не очень важно наставка и вот эти три критерия окружение знания и наставник вот что вам поможет где взять где взять ребят мы это увидели в этом бизнесе и когда мы пришли в бизнес я не сразу как традиционный предпринимает сразу не сразу все стал понимать процессе построения бизнеса для меня просто открылись потрясающие возможности этого бизнеса ребята я и моя жена по жизни у меня было три магазина небольшой штат сотрудников и опять же если взять сферу традиционного бизнеса и из на самый знаете у меня это были постоянные проблемы с наемными сотрудниками там постоянные проблемы например если приходил толковый человек ты ему учил ты вкладывал его знания время если он толковый и уверенный себе кем он становился он становился для меня потом конкурент если опять же смелый кто-то может предложить больше зарплаты и самый большой урок мы получили в традиционном бизнесе от человека который работал у нас восемь лет и мы приняли его как-то ребенка за свое мы помогали и столько финансово столько сделали для этого человека и через восемь лет мы узнаем как человек нас обман как человек нас обманом он заработал в нашем бизнесе воровал на стене знаете как отношусь почему бизнесе выгодно вкладывать людей почему в бизнесе выгодно рассказывать все секреты почему бриллиант делится потому что в бизнесе есть такой компонент которого нет большинстве традиционного бизнеса почему бизнес не понравится здесь есть свобода которая нет традиционными традиционный предприниматель давайте проведем с вами такой тест у кого у вас есть с собой сотовый телефон у всех давайте мы их оставим дома и с вами мы едем хотя бы на шесть месяцев по путешествуем по разным странам но условия ни разу не проконтролировать свой бизнес поднимите руку у кого из вас вырастет бизнес когда вы вернетесь через какую-то даму то сказал он не станет вот он меня прекрасно понимает у нас сегодня 12 организаций из 12 9 очень сильных ты пока еще не очень сильным поэтому смотрели там продолжаем работать и что мы сделали в 9 организациях ребят мы когда-то встретили сегодня наша команда по карте чуть больше десяти тысяч человек но мы лично знаем до бизнеса вы только 10 человек только 10 и что сделал с нами способна протянула на руку и почему вы еще тоже полюбили этот бизнес потому что мы сегодня уже особенно последние пять лет что-то в роли играющего бизнес тренинг мы сами активно строим бизнес и что мы делаем смотри можно вас как вас елена давайте я не поаплодирую а в традиционном нет потому что мой партнер она никогда не станет не конкурент понимаете мой успех построиться в этом бизнесе только тогда когда мой партнер будет успешно и что 9 лет назад с нами стал делать спонсор смотри она взяла назад и сегодня тебе предлагает партнерство про компанию вы еще не так много знаете я немножко в конце расскажу но если человек который вас приглашает вы ему верите дайте и сожмите руку так чтобы никогда от этого человека не отпуститься и она стала поднимать нас на результат понимаете мы представление не имели как это бизнес строится что нужно делать не было ни знаний ни опыта и что вы стали делать да мы немножко убирали следа по убирайте чуть-чуть что она договорила нам хотелось сделать по-своему но она стала поднимать его на последнем семинаре года шефер показал что труднее и что легче как считает мне труднее ее поднять или ей легче стянуть что другие другие поднять согласно потому что если она меня потянет мне очень трудно вот часто почему мы начинаем поднимать людей потому что они жили там они представление не имеет что есть возможности особенно если люди которые не зарабатывали больших денег они держат в руках не держали они ведь не знают что это такое согласно и приходится приложить немало усилий чтобы поднять этого человека хотя бы на уровень 21 процент и совместная работа она очень благодарна сначала 6 процентов лена обязательно будет такой момент если вы будете слушать своего спонсора вы будете девять дальше вы будете восемнадцать и рано или поздно наступит такой семинар когда на этой сцене объявят объявим теперь встречает новый серебряный новый 21 и римчу и лето давайте еще раз поаплодируем и почему с уровня бриллианта мы уверенно стали предлагать людям какой компонент как свободу и сегодня мой основной товар в этом бизнесе это свободу я ищу людей я еще людей которые хотят быть свободны и когда мы вкладываем людей мы лично женой выращиваем примерно 3-4 человека мы их поднимаем на тот уровень лидерства на котором они могут обходиться без нашего каждодневного присутствия понимаете в чем свобода и когда в этих девяти группах есть лидеры в каждой из этих девяти лидер группах у нас есть лидера которые приняли решение стать бриллиантом это вопрос время и вы им нужны только для консультации ребята вот почему этот бизнес дается вам что этот бизнес еще дает этот бизнес дает достаточный доход чего тоже нет во многих традиционных предприниманиях саша меня прекрасно понимает у них была оптовая база нет понимаете он вспоминает и когда я смотрю людей которые начинают разные бизнесы ребят вам предлагает бизнес которого работу бросать не надо финансового риска нет окружении интересных людей наставники есть знание здание это ключ вот где собака зарядка это ключ понимаете и кем вы станете ведь кто такой бриллиант ребят бриллиант это человек который обладает вот этим интеллектом 21 века понимаете николай и наталья винарский это люди которые сегодня могут организовать любой бизнес почему потому что они развили свои качества лидерские деловые организации они профессионалы своего дела они могут начать любой бизнес они обучаются в россии обучается в украине обучается в европе обучается сша мы обучаемся ребятам таких людей которые точно знают что будет в будущем в будущем ближайшие 10-15 лет мы часто со сцены этого не рассказываем потому что большинство людей особенно кто первый раз они просто нам не поверят в очередной раз но сегодня благодаря обучению общению с такими людьми мы точно знаем что будет происходить на рынке ребята точно знаем потому что те люди которые нас обучают они участвуют в том направлении ударов движется как развиваться будет экономической ситуации в разных странах бриллиант прежде всего это тот человек который просыпается утром и он говорит как классно я проснулся мы каждое утро встаем с военной и чувствуем себя потрясающе почему потому что через практический опыт через работу через книги через спинары через консультации через обучение у разных людей за эти 9 лет мы начинали очень скромно я когда вышел первый раз на сцену больше чего я боялся в бизнесе для меня из шагов ключевого человека было трудно читать книги и выступать на сцене я никогда не забуду когда я вышел первый раз концерт моя жена она пела танцевала с этим было все нормально и вот мы сделали 9 процент и выходим я значит смотрю куда спрятаться чтобы спонсор заставил меня выйти на сцену я стал самый последний жена ряда значит рассказывают а будет микрофон чем ближе микрофон тем у меня знаете как дух из меня уходит и доходит очередь до моей жены и вот смотрите что происходит я смотрю когда мне жена дает микрофон и руки вот так трясутся я и так-то там что-то в одно место не нарушил а тут еще жена не уверен и все что у меня на тот момент хватило сообразить я понял что мне микрофон уже взять двумя руками иначе если бы одно у меня было волнение просто вылетел ребята я до сих пор не помню стоя на сцене что я говорил я очнулся только тогда когда я спустился со сцены понимаете но каждый раз потом мы сделали следующий уровень примерно было то же самое но когда я десятый раз поднимался на сцену было чуть-чуть легче и чем выше вы поднимались здесь уровне тем увереннее я стал себя чувствовать на сцене и когда наступил такой момент что на сцене ты себя начинаешь чувствовать как рыба в воде если бы мне когда-то сказали что я буду ездить по городам буду востребованным бизнес-тренером ребята я бы честно говоря я не поверил я бы в это не поверил так традиционном бизнесе мы привели опыт определенный но там не было опыта который дает этот бизнес и самое главное бизнесом ребят дает вот что главное интеллект 21 века это самое главное что вы должны понимать и за что вы должны бороться что мы передаем своим детям мы можем им деньги передать можем а если у них нет знаний опыт что они с ними сделают от них ничего не останется и мы с первых дней бизнесе мы стали возить свои деньги на семинары и вы знаете у нас было вот в турции сейчас полдайва мы даже внучку с собой нашей внучки марина уже говорила еще нету двух лет мы уже в ручку берем мы приводим ее на открытые встречи вы знаете как она рвется на сцену это просто она уже в таком возрасте чувствует и растет себя совсем по другому я вам скажу пример как как я заставлял когда-то своего сына не под не повторять мой пример я заставлял его читать знаете есть такое выражение нет пророков своего отечества когда мы своим детям что-то говорим что они делают они упираются и мы поняли с женой что когда наши дети будут читать слушать если посещать на семинарах пусть и бриллианты ребята мы ездили на последний семинар года шефер сказал сын приехал стал откладывать деньги вы думаете мы его раньше об этом не говорили на постоянном это говорит но он нас не услышал услышал что-то шефер я расскажу как мне тоже помогло заставить своего сына читать я ему предлагал не читает первых и мы приехали на семинар в москву выступает джон макс это один из тысяч специалистов который обучает литерство и у него учились у нас была возможность ли в комнате с ним поговорить и ну что-то зашло за чтение книг он рассказал историю я ему задал вопрос и он говорит знаешь нашей семье было так мы росли в трое нас с девятилетия возраста отец заставлял читать книги он нам просто за это платил сначала у нас был интерес заработать денег потом мы в это дело втянулись и стали уже читать самостоятельно и он говорит мы к двадцати семи годам прочитали столько книг что наши сверстники 20 только-только приступали и каждый из нас 27 лет мультимиллионер каждый класс поехал домой приезжаю с и у меня к тебе сделала предложение выслушай меня внимательно значит купил никого-то шефера майн я знаю что он любит собаку я так никогда будет ему интересно и я говорю ты читаешь за каждую прочитанную страницу эти плачу три рубля он так помялся помялся ну хорошо пошел обведение если кто читал книгу видение там она немножко для взрослых он начал читать возвращается папа чего-то не идет дальше из футболиста я говорю нет перешли мы с тобой договорились три рубля в итоге что происходит я бы ты потихли потом будет интересно он начал читать и мы смотрим смотри время 13 он читает время был первым читает время пол второго он прибегает а правда что можно ему было 11 лет а правда что в банк можно положить деньги там какие-то есть нужные проценты и деньги начинают растекут правда у нас опять убегает опять читать на следующий день приходит читает приходит слушая а я могу открыть счет банка как это 18 лет исполнится можешь я что ты спрашиваю я понял что вот вы мне даете на питание я хочу немножко откладывать а потом положить вам давай так ты пока откладывай когда у тебя сумма накопится я тебе помогу и расскажу как мы с тобой займемся инвестиция этих дней понимаете ребенок я купил книжку за 100 рублей а заплатил ему я не помню в районе 500 рублей представляете вот так опять же бизнесом вы помог мне чтобы наши дети стали в этом обучаться и наши дети ездят на эти семинары вы знаете моя жена не рассказала первое выступление наша дочь когда заканчивала школу и у них был экспериментальный такой экспериментальный класс было со всех со всех паспи них 50 человек и когда они закончили школу они записывали интервью 49 человек сказать что они выберут пойдут учиться и выберут какую-то профессию один ребенок это наш ребенок который сказал я пойду учиться но я никогда ни на кого не буду работать я стану предпринимателем и наша дочь закончила университет она активно строит бизнесовый в декабре они со своим мужем закрывают 21 процент как вы считаете она закончила университет и в декабре у него доход будет в районе полутора тысячи долларов где может молодой специалист после университета быстро выйти на доход полторы тысячи долларов как вы считаете нереально невозможно и вы знаете наш ребенок старший она каждый день нам говорит что она счастливой она счастливой потому что у нее в глазах был позитивный пример она видела какие мы были перед бизнесом она была против мама была против все были против потому что в нашей семье очень изменился вот знаете уклад жизни так скажем если все было после работы родители были дома то когда мы начали строить то нам пришлось заплатить какую-то цепь ребят сначала нужно отдать чтобы что-то получить марина уже сказала что четыре месяца мы выпущем телевизор я по гороскопу дело и когда мы с женой начинали жить я была брал белую тряпочку и вот так вот ультона протирал в армии я так натренировали вот так он я проверял чистоту то есть для меня это важно вот эти важные моменты и в нашем доме не всегда была здоровую свежая пища потому что пельмени какие-то знаете заготовки это дежурные знаете любимые бриллианты они все через это прошли я думаю что у бриллиантов тоже пельмени часто используют когда они активно строили бизнес ребят но когда вы стали приятно вы смогли позволить себе пригласить наш дом человека который как я уже вам сказал он прекрасно готовит два раза в неделю у нас делается у кого каждый день она спрашивает нас что нам приготовить то есть мы сами заказываем что мы будем кушать дети заказывают себе мы заказываем себе вы знаете этот бизнес в котором мы не просто работаем я говорил что не сразу мы не улюбились сначала я себя просто заставил потому что я увидел что есть свобода а мы хотели быть свободными я себе сказал я готов поработать но когда мы стали работать когда мы стали узнавать этот бизнес совсем с другой стороны мы улюбились в этом бизнесе и мы в нем не работаем я вам хочу сказать мы в нем живем и вы слышали такую фразу если ты найдешь дело который ты полюбишь людям будешь им заниматься ты дня не будешь живой но вчера с николаем винарских ехали когда сюда у нас было огромное количество времени больше двух часов и мы делились впечатлениями делились эмоциями мы говорили как здорово что мы встречаем эту возможность а когда-то мы рвали за себе рубаху и говорили никогда в жизни этим мы заниматься не будем понимаете интеллект 21 века свобода остаточный доход это то чего нет и сегодня за последние два года в нашем бизнесе пришли люди особенно для новичков хочу сказать никогда не думайте что поздно на этом рынке есть только место для профессионалов на рынке сегодня тотальная нехватка лидерства и для людей которые здесь пройдут через ключевого человека прочитайте книгу гений элтсайтера потрясающая книга вышел новый диск ларисы и гитрация рука на рассказы до 10 тысяч 10 тысяч часов если вы проведете через ключевого вы станете мастером минимум гриля 2 тысячи часов вы будете любительством 4-6 тысяч часов это подмастерия это в любом виде деятельности и вчера у вас была школа вчера ваши бриллианты рассказывали вам как нужно строить этот бизнес что нужно делать ребят начните не бойтесь ключевого человека вы знаете вот сегодня мы смотрим наши партнеры много тоже приходят бизнес они проходили разные тренинги в разы вы знаете что происходит на тренинге да людям что-то покажут их зарядят но они когда выходит у них нет руках ничего конкретного у нас руках есть продукт качественный у нас есть партнеры компания мы у нас есть школа предпринимательства у нас есть наставники я хочу еще раз вам показать ваших наставников удивительных людей людей которые показывают вам потрясающий пример и вы увидите что это разные люди я знаю что вы их знаете давайте начнем с платины основатель семья не если что-то будет неправильное ударение я заранее извиняюсь договорились и вот когда мы когда ваши руководители составляли этот список они на каждом этом человеке говорили невероятных словах они настолько с большим уважением относятся к своей команде к своим лидерам семья никитюк медсестра и начальник милиции ребят большое вам спасибо за пример горный аплодисмент кованева наталья город донецк инженер вы знаете анекдот про инженера самая такая трудная категория людей потому что они логически мыслят значит анекдот про инженер инженер поймал лягушку она ему говорит поцелуй меня я стану твоей принцесс поцелуй меня я буду самой твоей любимой женой я тебе все сделаю проходит день два три неделя проходят и муж и знакомый все в окружении говорят слушай ты поцелуй ты ее она так что к тебе уже наобещала ну что жена говорящая лягушка не помешало и рассмотреть на дальше пула сергей и ирина совхоз университет и врач ребят они разобрались они активно строят они лидеры дальше шан алла и григорий а григорий я знаю вашу историю как григорий приходил бизнес как он на первом семинаре ребят он и системы мвд алла массажист это не помешало им разобраться они платят на основании ваша леди корсанов сергей и корсаков сергей и политикина светлана она ведущая светлана отлично кто вы по профессии ребята знаете сегодня в нашей команде очень много разных мастей предпринимателей и недавно у нас подключилась две семейных пары крупный бизнесмен у него три своих самолетов у него пять крупных бизнесов но вы знаете этот человек он обучается кстати чем еще без на самый удивительный то что здесь есть система обучения в корне другая и вот этот человек дал мне тоже определенное знание очень много он обучался очень известных людей он учился в сша в канаде в японии он постоянно обучается поэтому такой успешный и он говорит ты знаешь когда я присматривался к вашему бизнесу сначала я присматривался потом поездил на семинар и когда он побывал на большом семинаре на годы шефер увидел команду дай мантальянс и он мне рассказал дал мне человеку которую я стал тоже читать книги обучаться его кстати зовут одизис вы можете почитать это очень крутой чувак этот человек который кто читал изучал одизис опять продвинутый парень это человек он обучает людей по всему миру и его профессия называется знаете как антикризисные управляющие когда в компании есть проблема он приходит и выявляет эту проблему и он обучал 8 премьер-министров он лично консультирует несколько глав государств этот человек говорит о том что сегодня любую компанию должны возглавлять четыре разных человека первый это производитель чай который воспроизводит результаты 2 это предприниматель человек который есть видение он видит чего еще нет на рынке третий этот администратор это человек который должно все следить за порядком и самое главное наверное 3 4 вот эти три они между собой не могут сработаться и нюансы и четвертый интегратор это человек который может наладить работу и взаимосвязь между каждым вы знаете когда он приехал на семинар он видел джеймс обранина дали ген он послушала всех бриллиантов в москве он вернулся и у нас мы с ним сидели в кафе больше двух часов разговаривать он как ты знаешь я сегодня знаю что будет 2020 году потому что ну серьезный парень он где знает чему движется технология значит движется разный бизнес и он как я тебе точно говорю бизнес амбейт на перспективу круче моих пятерых бизнес потому что в тех я бизнесов которые у меня есть да они будут развиваться но та технология эта система именно система выращивания лидеров взаимоотношений внутри команд то что здесь выступает разные люди сегодня и вчера на сцене разные люди выступают на кого-то я вообще никакого впечатления на происходит на кого-то может быть на кого-то может быть николай вы видели что саша парень на сцене попробуй тут я сидел у меня вот такие глаза да я знаю семейную пару они признавались у нас ребята потрясающие ребята потрясающие в целом получается потрясающие команды четыре разных типа могут работать вместе и представляет этот человек у нас 7 процентов в этом месяце он закрывает уровень 15 процентов он говорит моя минимальная цель это стать войной бриллиант минимально и представляете он говорит можно у меня появится на станет такой человек вы вышестоящий спонсор изумруд и мы изумруда закрепили и он работает работает с ним его непосредственно сам это цитирует и у нас только уважительно относится спасибо что дали мне персонального наста и когда он что-то начал делать по-своему ему вера говорит а вера 20 лет работал на заводе руководителем среднего сына никогда бизнесом не занимался наставник у крутого бизнесмена и она ему говорит станислав я тебя очень ценю и уважаю но в бизнесе мы и ты пока ноль прислушивайся ко мне он говорит все без проблем если мало ли меня будут заносить в сторону вы не говорите представляете недавно вот буквально перед без и сюда в четверг я подключил бизнеса не запустили сразу на шестьсот баллов семейная пара и у нас в лубборге это соседний регион они самые крупные предприниматели они занимаются тем что они для больниц для поликлиник но обеспечивают все необходимое вот оборудованием связь стоматологическая клиника и они 15 лет бизнесе ребят они просто устаршие они как мы за 15 лет решили себя у них нет никакой схода деньги есть все есть но нету свободы и что я делаю я сегодня путешествую по всему я продаю продукт свободы и многие из вас представления не имеет что такое компания мы за это время много раз были штатах в офисе на производстве мы лично знакомы с основателями мы лично знакомы с людьми которые сейчас во втором поколении и мы недавно в москве познакомились мы недавно в москве познакомились с сыном дагаде вос и дагаде вос нам представил третье поколение компания он тоже вырос в этом бизнесе я вам расскажу несколько таких примеров случаев простой жизни времени так много когда мы были на праздновании 50-летие компании в лос-вегасе мы были просто поражены как амблея относится по мере что показывали по телевизору там там очень на всю страну отмечалась именно 50-летие компании вы знаете что основатель нашей компании занесены в книгу рекордов гиннеса как люди которые проработали вместе разные люди в одном бизнесе в партнерстве ни разу не поссорились вы знаете об этом теперь знаете они занесены и я расскажу несколько таких фрагментов насколько действительно этот бизнес повредил на нас вот с уровня войного бриллианта знаете только-только занавес приоткрылась и открылся новый горизонт мы сейчас парень уже говорил о том что мы входим российские бриллианты российский консультативный совет бриллиантов ребят подписываем бумагу они разглашают но то что компания какие планы она строит сколько на сегодня вкладывает недавно она положила 400 миллионов долларов в развитие нового производства и мы точно знаем какие планы у компании когда мы были тогда еще бриллиантами на 50-летие вышел речит и он объяснил почему компания 50 лет он показал фундамент на чем держится вышли и сыновья второе поколение которые сегодня у руля компании и не рассказали нам о планах на ближайшие 50 лет они когда уходили со сцены они сказали ребят встретимся с вами на столетий компании это очень серьезный парень все на протяжении всего времени 54 лет основатель компании является близкими друзьями близкими друзьями всех президентов соединенных штатов америки с 59 этого все и вы знаете вот отсчет из предыдущих когда строишь команду это возможность решить абсолютно любой вопрос за эти 9 лет у нас произошло столько примеров люди рождались умирали болели и так далее буквально по примеру скажу у нас одного из партнеров девочка нет если бабушки на дачу она с бабушкой дедушка поругалась и пошла пешком по трамку по железнодорожным путям а до города перед 70 километров и там только лес и когда бабушка с дедушкой спохватились они поняли что они потеряли ребенка они звонят нашему партнеру и чтобы сделать мы подняли благодаря связям все весь город милиции есть накопа и нам сказать вы знаете официально только когда три дня пройдет мы можем запустить но мы вам поможем своими силами мы подняли на телевидении знакомых мы организовали свою команду с одной стороны из тюрьмы по путям и в 4 утра нашли эту девочку и таких примеров огромное количество ребят у нас был милей не довезешь опять же два-три звонка мы нашли подняли транспортную авиацию мы доставили этого человека мы спасли его жизнь если кто слушал диск наталья нет сила позитивных диск 3d деньги друзья доверие вот что дает этот бизнес кто из вас может за два-три звонка например встретиться с господином премьер-министром россии медведев я могу это сделать я лично знаю человека из бизнеса мэй который живет с ним по соседству кто из вас познакомиться с президентом соединенных штатов америки я это могу сделать я знаю лично человека который с ним общается кто из вас может познакомиться с президентом председательной торговой палаты сша я с ним уже знакомый это один из основателей сегодня второе поколение это стифана вы знаете у нас когда мы с турцией прилетели опять всей семьей ребенок дочка у нас поехал домой а сына мы взяли на форум в москве выходил форум форум прилетел данный воз и мы с сыном были вы знаете сын после этого случая стал же строить бизнес на мэре 14 лет если он когда маленький мы начинали когда мы уже были бриллиантами у него спрашивают наши партнеры кирилл чем будешь заниматься зачем мне заниматься мне все по наследству и так достанется потом когда мы стали много путешествовать он стал нам задавать вопросы мама папа а что нужно сделать чтобы столько путешествовать сколько вы стали рассказывать что ну так и и вот с этого форма когда он вернулся в город вернулся уже готовый партнер смотрите а с уровня ксб с уровня двойного бриллианта вы